Здравствуйте! В эфире телеканала Новороссия ТВ. Новости в студии. Работает Виктория Полянская. Сегодня о таких событиях. В Доме правительства состоялось очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета ДНР. В ДНР стартовал прием документов для получения гражданства РФ в упрощенном порядке. В Украине не исключили военного обострения со стороны России. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 160 единиц боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Отмечается, что под огнем украинской армии оказались поселок Минеральное в пригороде Донецка, район Вольвоцентра и поселок Шахты Трудовская на окраинах столицы, а также Докучаевск. При обстрелах применялись минометы калибра 120 мм, вооружения БТР и БМП, гранатометы разных типов и стрелковое оружие. 3 мая в Доме правительства состоялось очередное пленарное заседание весенней сессии Народного совета ДНР 2-го созыва. К работе в сессионном зале приступили 94 депутата. Перед началом мероприятия к парламентариям с поздравительным словом по случаю приближающегося пятилетия республики обратился глава ДНР Денис Пушилин. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с приближающимся пятилетним ДНР. Пять лет – это небольшой срок в историческом разрезе. Но за это короткое время нам всем удалось проделать колоссальную по своим масштабам работу. Мы начинали практически с нуля, выстраивая государство, организовывали работу всех из власти, сформировали армию, заложили основу законодательной базы. В условиях войны и блокады удалось сохранить промышленный и экономический потенциал республики. Сегодня активно идут интеграционные процессы с Российской Федерацией. Заслушав официальную речь и задав вопросы главе государства, депутаты приступили к заседанию. Согласно повестке дня парламентарии рассмотрели проекты постановлений о награждении почетным знаком Народного Совета ДНР и о награждении почетной грамотой Народного Совета ДНР. Так, почетного знака Народного Совета ДНР были удостоены глава администрации города Янакиева Роман Хроменков и советник главы администрации города Янакиева Петр Шимановский, председатель Народного Совета ДНР Владимир Бедевко, а также ряд депутатов Народного Совета ДНР Второго Созыва. Виктория Полянская, Алексей Полянский, Новороссия ТВ 3 мая в ДНР начался прием документов для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. С 9 утра у здания Республиканской миграционной службы МВД выстроились очереди с желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме. Люди начали собираться еще в 5 утра, ведь каждый хочет получить долгожданный документ в первых рядах. Отметим, что с 7 мая подать документы на оформление гражданства России можно во всех подразделениях миграционной службы ДНР. При этом Министерство внутренних дел Республики уточнили процедуру оформления документов. В частности, согласно принятым изменениям, копии таких документов, как паспорт ДНР, свидетельство о рождении, браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные на русском либо украинском языке, паспорт гражданина Украины заверяются не нотариально, а должностным лицом миграционной службы МВД. Миграционная служба Луганской Народной Республики начнет прием заявлений на получение гражданства России с 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по связям с общественностью Министерства внутренних дел ЛНР. Уточняется, что обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке имеют право лица, постоянно проживающие на территории Республики, имеющие паспорт ЛНР и регистрацию по месту жительства на территории подконтрольной органом государственной власти ЛНР. В ведомстве также сообщили, что с 7 мая 2019 года всеми подразделениями Миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР будут предоставляться консультации по вопросу получения гражданства РФ в упрощенном порядке, а также осуществляться предварительная проверка комплектности документов, необходимых для его получения. По данным ведомства, принятые документы будут направляться в Главное управление по вопросам миграции МВД России по Ростовской области для принятия в установленном порядке решения о приеме в гражданство Российской Федерации. Россия готова к военному обострению в Донбассе. Об этом заявил так называемый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Если оценивать количество войск Российской Федерации, сосредоточенных на границе Украины, то предполагать готовность к военному обострению можно. Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима, но он не будет происходить одномоментно. Такой сценарий, согласно моей точки зрения, требует определенной информационной подготовки. По мнению чиновника, информационная подготовка может происходить во время проведения избирательной кампании в Верховную Раду и после. Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, а Украина, по его мнению, должна стать первым плацдармом. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизни» Вадим Рабинович заявил, что власти Украины намеренно затягивают расследование трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года и на Майдане незалежности в Киеве в феврале 2014 года, потому что сами причастны к этим преступлениям. Как можно объявлять приговоры, когда сама власть это организовала? Как они могут сами против себя объявить приговор? Они тянут время, морочат головы. А вы знаете кого-то, кто ответственен за убийство на Майдане? Ни одного человека нет. За пять лет можно было найти? Как могут представители власти, совершившие все эти преступления, расследовать свои преступления и особенно довести их до приговора? По словам депутата, расследование событий в Одессе станет тестом для новоизбранного президента Владимира Зеленского. Он добавил, что сложности в расследовании этого дела нет, однако есть нежелание украинского правительства. Новоиспеченный президент Украины Владимир Зеленский считает, что после возвращения Крыма в состав Российской Федерации конфликта в Донбассе два государства объединяет только границы. Таким образом, Зеленский прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина, назвавшего россиян и украинцев одним народом. 2295 километров и 400 метров общего, написал Зеленский в Фейсбуке. Он также добавил, что не считает отношения Киева и Москвы братскими. Так, по мнению новоизбранного лидера Незалежной, запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе ни на йоту не способствует налаживанию диалога между двумя странами. В свою очередь депутат Государственной Думы России Михаил Шеремет в интервью РИА Новости призвал Зеленского не начинать свою карьеру с лицемерия. Он отметил, что избранному главе Украины должно быть стыдно за свои слова. «Я бы посоветовал ему хотя бы почитать школьные учебники истории. Уверен, он много найдет общего между нашими народами и странами». В то же время первый вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что никому не позволительно забывать, что россияне и украинцы – два братских народа, которым нечего делить. «Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи». Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов выдавать гражданство россиянам и борцам за свободу, добавив, что оба народа только выиграют, если будет общее гражданство. Позднее Владимир Путин дал оценку такому заявлению. «Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего». Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев. Таким образом, Климкин предлагает заменить всемирную акцию «Бессмертный полк». «Предлагаю выйти на улицы с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях». В свою очередь, член Комитета Совета Федерации России по международным делам Сергей Цеков в беседе с РТ назвал предложение Климкина странным. Что касается событий Великой Отечественной войны, 9 мая – это День Победы, день, в частности, когда на Украине наступили полные миры согласия. Народу Украины есть чем гордиться. Подчеркивается, неоценимый вклад народа Украины в победу, которая была одержана над немецко-фашистской Германией. Климкину надо либо молчать в этот день, либо говорить вещи, которые соответствуют реальным историческим событиям. У нас есть даты, которые посвящены массовым репрессиям. Репрессированы гораздо больше, чем считает Климкин. Стоит отметить, что акция «Бессмертный полк», приуроченная к празднованию 74-летия Победы, пройдет 9 мая в более чем 110 странах и 500 городах и населенных пунктов по всему миру. При этом пройдет ли подобная акция в Украине без происшествий, пока, к сожалению, неизвестно. Так, в 2017 и в 2018 годах шествия в Незалежной сопровождались столкновениями с националистами, нападавшими на участников памятных мероприятий. Нафтогазу и Газпрому придется договариваться о продлении соглашения по транзиту газа. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев. Он отметил, что в этом вопросе у сторон нет другого выхода. По словам Коболева, Газпром не может перекрыть Украине газ, поскольку российская компания должна деньги Нафтогазу, а не наоборот. Напомним, что ранее в украинской компании признали беспомощность без российского голубого топлива. Как отметил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения транзита из России. Руководство Нафтогаза регулярно говорит об угрозе остановки транзита. При этом российские власти неоднократно отмечали готовность продолжать транзит голубого топлива при условии конкурентоспособности украинской газотранспортной системы. Премьер-министр Японии Синдзо Абе рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в конце апреля обсудил подход российского лидера Владимира Путина к проблеме корейского полуострова. Мы подтвердили, что международному сообществу важно работать над реализацией достигнутых соглашений между США и Северной Кореей, а санкции необходимо сохранять, пока Северная Корея не проведет денуклеаризацию. Вместе с тем и я, и президент Трамп дали оценку подходу президента Путина к Северу. Японский премьер также в очередной раз выразил готовность провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Чтобы победить нынешнее недоверие между нашими странами, я должен лично встретиться с председателем Кимом. Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор. Киев из-за аварии сократит подачу воды с подконтрольной украинским силовикам Петровской насосной станции в 8 населенных пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. Отметим, что Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция – это единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно. По данным ведомства, в 8 населенных пунктов Славяно-Сербского района Республики вода будет подаваться с ограничением в 60% от плановых объемов. 3 мая коммунальные работники ликвидируют два порыва на водоводах в Комсомольском. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев. Ремонтные работы выполняет Докучаевское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия «Компания Вода Донбасса». Завершить их планируется в течение суток. Виталий Кижаев также сообщил, что в рамках мероприятий по улучшению водоснабжения в Тельмановском районе проложили уже один километр нового трубопровода на аварийном участке водовода Самсонова-Тельманово. Он отметил интенсивность работ. На данный момент строители занимаются прокладкой траншеи, устройством песчаного основания для трубопровода, спайкой и укладкой труб, устройством железобетонных колодцев. На объекте работают 15 человек. Задействовано три эскаватора и один кран. В апреле 2019 года угледобывающие предприятия Донецкой Народной Республики всех форм собственности добыли свыше 700 тысяч тонн угля. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР. Так, в частности, в ГП «Терезентроцит» на гора выдано более 215 тысяч тонн угля. Горняки ГП «Шахта Комсомолец Донбасса» оселили свыше 150 тысяч тонн топлива, а ГП «Макеевуголь» более 105 тысяч тонн. Всего же с начала 2019 года угледобывающие предприятия Республики всех форм собственности добыли более 3 миллионов тонн черного золота. В Донецкой Республиканской универсальной научной библиотеке имени Надежды Крупской прошло тематическое мероприятие, приуроченное к пятилетию Донецкой Народной Республики. На торжественном событии присутствовали депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко и доцент исторического факультета Донецкого национального университета Кирилл Черкашин, а также студенты учебных заведений Донецка. Донецкая Народная Республика «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь, нам удалось многого достичь, выработана законодательная база, сформирована финансовая система, в промышленности наблюдается положительная динамика роста, объема производства и реализации продукции». После отзвучавшего гимна Донецкой Народной Республики с официальной речью к гостям обратился депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко. Он отметил, что дорога к созданию республики была нелегкой, но в конечном итоге оно того стоило. «Мы шли тем путем. Изначально, конечно, когда мы видели пример Крыма, когда мы видели, что произошло в Киеве, у нас была негативная аспекта. Мы не хотели. Мы не хотели того же, мы не хотели, что здесь утвердились эти неубандеровцы и начали диктовать свою волю. А на что опираться? Операться на свои цивилизационные основы, на свои историко-культурные корни. А это русский в самом широком, таком общерусском смысле». Общерусский смысл несет в себе и указ об упрощенной процедуре получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР, который не так давно подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. «Назад не верится, что уже столько лет прошло, что действительно это уже значимый юбилей. И действительно очень важный подарок президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путин – это признание наших документов в 2017 году и упрощенная процедура получения российского гражданства. То есть это подтверждает, что выбор, который мы сделали, он был не зря». Доцент исторического факультета Донецкого национального университета Кирилл Черкашин отметил, что история молодой республики пишется нами. И несмотря на все сложности, пять лет назад люди сделали правильный выбор. И впереди нас ждет светлое будущее. «Несмотря на все сложности, тем не менее мы сейчас находимся в лучшем положении, чем если бы все-таки здесь господствовал тот режим, который сейчас установился в Украине и который навязывает сейчас точку зрения явного большинства, большинству жителей той страны». «Впереди еще много свершений, впереди еще много работы. Я надеюсь, что вы все включитесь активно в этот процесс, с учетом того, что специализированная структура, правоохранительные органы, значительная часть здесь представленных наших участников, то вам стоять на страже интересов защиты правопорядка нашей республики. Для этого, конечно, надо понимать истоки, откуда все это произошло, понимать наши традиции и быть патриотом не формально, не для галочки, а на деле». Также на мероприятии состоялась презентация картины заслуженного работника образования и руководителя клуба «Светлица» Лидии Задорожной. «Слався, республика, духом свободная». А заведующая отделом краеведения библиотеки Крупска Виктория Юшковес представила книжную выставку Донецкой народной республики на страницах краеведческих изданий. «В рамках данного мероприятия у нас работает книжная выставка, на которой представлены книги, которые раскрывают события, истории нашей республики. И именно эти события стали историческими вехами, которые запомнятся нашему народу, мы будем чтить и помнить нашу память». Андрей Пономаренко, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. 2 мая поступил в продажу очередной 242-й выпуск газеты «Новороссия» в номере «Как строили дороги во время войны», а также «Трое спасшие миллионы», «Как трое инженеров ЧАЭС в 1986 году выполнили задачу по предотвращению теплового взрыва». Актуальные новости и статьи, афиши мероприятий, объявления, кроссворд, прогноз погоды, телепрограмма на неделю – все это вы узнаете, читая самую популярную газету в Новороссии. А на этом у меня все. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и YouTube-канале Новороссия ТВ. Рекомендуем также подписаться на информационный канал ДНР Лифт Телеграм, благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии для вас работала Виктория Полянская. Всего доброго, не переключайтесь. ДНР Лифт ТВ Облачно. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки, возможно гроза. Плюс 20 днем, ночью плюс 10. В Мариуполе ожидается преимущественно ясная погода, без осадков. Днем плюс 18, ночью плюс 13. В Славянске ясно, без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 22. В Краматорске ожидается ясная погода, также без осадков. Плюс 21 днем, ночью плюс 10. В Янакиево переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, ночью плюс 10, днем плюс 20. В Горловке мало облачно. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки. Плюс 20 днем, ночью плюс 9. Во второй половине дня небо в Макеевке затянется облаками. Возможен дождь с грозой. Температура ночью плюс 10, днем плюс 20. В столице Донецкой Народной Республики ожидается переменная облачность. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до плюс 10.